Приветствую вас, очень жаль, что вы задали такой короткий вопрос, потому что не совсем понятно, да, что именно происходит, да, то есть почему вас это, ну то есть даже, даже не почему вас это волнует, да, а вопрос как бы, немножко по-другому стоит, вот, вопрос, он на самом деле стоит так, как вас задевает, вот, то, что есть бывшая жена, да, то есть вы, значит, ревнуете, вы боитесь, значит, вам неприятно, вот, вы сравниваете себя, вот, с ними, или как, если, это ревность, да, вот, то, это одно, но, если, это, неуверенность в себе, то есть, ну сравнивание, сравнивание себя с другими людьми, да, то это, соответственно, другое, вот, вот, понимаете, какая штука, и, коллега говорит вам, что у вас навязчивые мысли, навязчивые идеи, все, знаете ли, вот, а, я, например, лично, лично я, например, да, так, так не считаю, значит, ну, я не считаю, что это могут быть ваши навязчивые мысли, вот, как правило, это все-таки больше, больше ревность, как правило, вот, как правило, это ревность, но, видите ли, причин, действительно, может быть много, того, почему вы не обращаете, можете не обращать внимания, внимательно, на бывших животных, как бы, вот, но, тем не менее, нужно это исследовать, опять же, и мне видится история, ну, вот, такой, поэтому нужно понять, что задевает вас, в первую очередь, в отношениях, ну, вот, во взаимодействии, точнее, с бывшими зонами, какие мысли вызывают, да, какие чувства вызывают, ведь, понимаете, бывшие зоны, да, это, ведь, прошлое, прошлое, я вот понимаю, вашего мужчины или вашего мужа, и это может быть не самое хорошее прошлое, но прошлое, как бы, и вам, ну, желательно, бы, принимать, это прошлое, мужа, а если вы, не можете, принять, а, прошлое, насчет своего мужа, то вероятно, вероятно, что вы и его сам сами, ага, принять не способны, что в свою очередь, значит, ну, что в свою очередь, как бы, говорит о том, что, возможно, вы его, ну, может быть, любите, да, но, но помимо любви, да, есть что-то еще, вот. Вот, как бы, так, понимаете, за этим чувством, которое есть у вас, скрываются какие-то ваши желания, ну, какое-то ваше желание может быть, вот. И его нужно раскрыть это желание, его нужно реализовать это желание, вот. То есть, знаете, не обращать внимания на кого-либо, значит, избегать кого-либо. Я не думаю, что это хорошая идея, избегать кого-либо, потому что, ну, опять, да, вам ничего хорошего от этого не будет, вот. Так что, нужна определенная смелость для того, чтобы, ну, вот, для того, чтобы пойти навстречу тем чувством, которые вы испытываете, поисследовать себя, вот. Вот, и, соответственно, выйти обновленный, выйти новый, выйти другой, вот. Потому что у ревности, еще раз повторю, у нее есть свои причины, я сейчас, наверное, не буду называть вам эти причины, чтобы не вызывать у вас такого элемента, ну, сопротивления, сопротивления, да. Вот. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Вот так уж. То есть, то, что происходит сейчас с вами, это результат того, что вы не очень, не совсем в гармонии сама с собой. Вот. По факту. И, соответственно, мне думается так. Если вы хотите разобраться в ситуации, вам нужно будет более детально поработать, потому что Одной строчкой, одной фразой, такая серьезная проблема, да, если это ревность, к сожалению, не решится. Вот. Вот так. А делать это уже или нет, это решать вам, опять же, зависит от того, да, что вы хотите для своего мужчины, как бы. Вот. Если вы хотите, чтобы он был счастлив с вами, то это одно, если вы хотите, чтобы он был счастлив с вами. Да, это нужно что-то делать. Если он дает повод вам, да, то есть если он сам как-то вот провоцирует общение, да, если он сам как-то вот его, ну, заводит его это общение с своими бывшими женами. Вот, то это, конечно, был вопрос о том, как вы себя поставили в отношениях и что вообще вас связывает, что вообще вас объединяет, ну и так далее. То есть это такой момент. Вот. Вот. Как мне кажется, как мне кажется, как мне кажется. Так что здесь нужно исследовать ситуацию, здесь нужно смотреть, здесь нужно разбираться. А если вы хотите получить, ну, такую, именно, именно, вот, качественную помощь, вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я понимаю, я понимаю, что это немного, я понимаю, что это, ну, вообще, совсем немного, вот, ну, то есть я ответил вам совсем немного. Вот. Ну, надо сказать, что, вот, по-другому ответить вам, то есть ответить более полно можно будет только если вы дадите материал для анализа, вот. И, соответственно, уже можно будет вам что-то порекомендовать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, знаете, я подумал, что вам не понравился мой ответ, потому что слишком мало получилось, но тем не менее, вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...